Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. И тема нашей сегодняшней программы – анемения в руках. Я расскажу вам о том, почему анемеют руки, в частности пальцы, рук, кисти, и почему иногда анемение идёт выше, вверх по руке. А также расскажу вам об одном очень простом способе борьбы с анемением в руках. И ещё отвечу на самые частые вопросы наших зрителей по анемению, поскольку таких вопросов набралось довольно много. Начнём мы с вопроса о причинах анемения рук, поскольку без этого суть нашего метода лечения многим зрителям будет непонятна. Итак, очень частый вопрос. Доктор, анемение рук – это ведь из-за позвоночника, например, из-за грыж диска или из-за остеохондроза? Нет! В большинстве случаев руки не имеют из-за синдрома запястного канала, по-другому это называется синдром карпального канала. В этом случае не имеют вот эти три пальца, то есть первый, второй и третий. Иногда не имеет и безымянный палец тоже, и в некоторых случаях не имеют все пять пальцев. Ещё руки могут не иметь из-за синдрома кубитального канала, он же синдром локтевого нерва. И тогда не имеют вот эти два пальца. Во всех этих случаях, и при синдроме запястного канала, и при синдроме локтевого нерва, анемение может захватывать не только пальцы рук, но и подниматься выше по руке, например, вот до сюда, или идёт до локтя, и иногда даже почти до плеча. Из-за чего это происходит? Обычно из-за какой-то нагрузки на пальцы рук, на кисти или на запястье. Например, человек много времени работает за компьютером, или пишет, вяжет, работает отверткой, дрелью, или на даче секатором. Довольно часто от анемения рук страдают швеи, маляры, доярки, парикмахеры, пианисты, гитаристы, зубные врачи, зубные техники, сборщики мебели, стелеры, шахтёры. В общем, те люди, которые нагружают кисти рук или запястья. А ещё, анемение рук часто бывает у людей, которые в течение долгого времени нефизиологично, то есть неудобно держат руки. Скажем, как вариант, за рулём, или печатая на планшете, или в телефоне. В результате происходит сжатие нервов в запястье. Здесь каналы локтевого и лучевого нервы довольно тесные. Из-за такого пережатия нерв может ущемляться и отекать. К слову, локтевой нерв, который отвечает за анемение вот этих двух пальцев, не всегда сдавливается именно в запястье. Он может сдавливаться и выше по руке, даже в самом локте. Помимо всех прочих, такое часто случается у спортсменов при подтягиваниях и отжиманиях, особенно при отжиманиях на брусьях. Вопрос. Какие ещё симптомы, помимо анемения рук, могут быть при синдромах запястного канала и при синдроме локтевого нерва? Нередко к анемению рук добавляются ломота, покалывание или сжигание в пальцах. И теперь о том, что же со всем этим делать, как бороться с анемением рук и сопутствующими симптомами. Вариант первый. У нас на канале есть упражнения от анемения рук. Эффективность у этих упражнений достаточно высокая. Они помогают при анемении рук в более чем 85% случаев. Причём времени выполнения этих упражнений занимает очень немного. Примерно 10-15 минут 1-2 раза в день. Ссылка на видео с упражнениями от анемения рук дана в описании к этому ролику. Однако, с каким моментом я столкнулся? Некоторые люди категорически ленятся делать упражнения, даже такие простые, занимающие так мало времени. Что ж, для людей, по каким-то причинам, не имеющим возможности делать наши упражнения, сейчас будет рассказ об одном очень простом методе борьбы с анемением в руках. Как-то раз под одним из наших видео добрый человек по имени Татьяна оставил комментарий, который вызвал просто невероятный ажиотаж. Вот что написала Татьяна. Возьмите обыкновенную картофельну, положите её в руку. Сверху для фиксации натяните на руку носок. Носок нужен для того, чтобы картошка или яблоко не выпало из руки. И так, в таком положении ложитесь спать. Вы удивитесь, если спать подобным образом с картошкой в руке, то анемение пройдёт за одну или несколько ночей. Что тут началось в комментариях? Посыпались вопросы. А картофель чищенный или нет? А мыть его надо? А картофель каждый день нужно брать новый или нет? А носки грязные или чистые? Сразу отвечу на все эти вопросы. Носки, конечно, чистые. Картофель не чищенный, прямо с кожурой, но тщательно помытый. И потом тщательно вытертый салфеткой. И да, дорогие друзья, каждый день брать новый картофель не нужно. А если серьёзно и без шуток, то этот метод известен давно, ещё с советских времён. Только мы тогда пользовались не картошкой, а мячиком для большого тенниса. И на руку, конечно, надевали не носки, а варежку. Метод вполне рабочий, эффективность его достаточно высокая, вполне сопоставимая с эффективностью наших упражнений. То есть этот метод помогает примерно 85% пациентов, страдающих от анемения в руках. Почему не 100%? Об этом я расскажу чуть дальше. На чём этот метод основан? Во время такой, скажем, процедуры ночью, в таком положении руки происходит расслабление запястья. И да, анемение рук при этом может значительно уменьшиться. Итак, резюмируем. Берём в руку теннисный мячик, или какой-то любой другой мячик, хорошо ложащийся в руку. Ну или на худой конец, при отсутствии мячика, тщательно отмытую картофельную, тоже хорошо ложащуюся в руку. Сверху надеваем варежку, можно шерстяную, но это не обязательно. При отсутствии варежки можно и носок, конечно, чистый. Итак, надели варежку или носок поверх руки с мячиком или с картофельной, и в таком виде ложимся спать. При необходимости повторяем такую процедуру несколько ночей. Но во многих случаях анемение руки уменьшается после такой процедуры уже за одну ночь. А за несколько ночей часто проходит полностью. Как только анемение прошло, дальше такую процедуру делать не нужно. Однако, внимание! Если после выполнения такой процедуры анемение рук за 3-4 дня не только не прошло, но и даже не уменьшилось, то дальше эту процедуру делать смысла нет. И тогда нужно искать более глубокие причины анемения. Например, изредка анемения рук может быть первым признаком надвигающегося артрита. Чтобы этот момент исключить, нужно сдать анализы крови на воспалительные показатели. Нужно посмотреть СОЭ, С-реактивный белок и АЦЦП. И сдать анализ крови на мочевую кислоту. При сильном повышении в анализах крови любого из этих показателей, особенно в сочетании анемения рук с болью в любом суставе, желательно показаться врачу-ревматологу. Второе. Иногда отёк запястья и последующее развитие синдрома запястного канала происходит при гипотиреозе, пониженной функции щитовидной железы. И да, чтобы этот момент исключить, тоже нужно сдать анализы крови. В данном случае это на ТТГ, Т3 и Т4. Что ещё нужно иметь в виду? Почему у некоторых людей даже при выполнении упражнений или процедур с картошкой не проходит анемение рук? У некоторых людей, которые потребляют избыточное количество соли в пище, это может приводить к тому, что запястье отекает и происходит развитие синдрома запястного канала. Как вы понимаете, в этом случае нужно на какое-то время уменьшить количество соли в вашем рационе и посмотреть, как это отразится на вашем самочувствии. Помимо всего перечисленного, ещё нужно иметь в виду побочные действия каких-то лекарств, которые человек принимает на постоянной основе длительное время. Многие лекарства при длительном приёме могут давать такой побочный эффект, как анемение рук. Например, некоторые препараты для снижения давления и для снижения уровня холестерина в крови. И не только они. Поэтому, если наши методы от анемения рук вам не помогли, и если при этом вы длительное время принимаете какие-то препараты, пожалуйста, проведите ревизию своих лекарств. Обратите внимание, есть ли в инструкции к препарату упоминание такого побочного эффекта, как анемение рук, или же такие побочные эффекты, как нейропатия, периферическая нейропатия, парастезия. Если вы увидите, что какой-то из ваших лекарств имеет такие побочные эффекты, а вы при этом никак не можете избавиться от мучительного анемения рук, то, скорее всего, нужно подбирать какие-то другие препараты, не имеющие таких побочных эффектов. Дорогие друзья, теперь давайте перейдём к обещанным ответам на вопросы. Для многих из вас это тоже будет полезно и познавательно. Частый вопрос. Но всё-таки из-за проблем с шеей анемения в руках тоже может быть. Например, при грыже диска в шейном отделе позвоночника или при остеохондрозе. При грыже диска чаще всего возникает не только анемение руки. Основной симптом здесь – сильная боль, которая идёт от самой шеи и порой простреливает до кончиков пальцев руки. Собственно, и анемение руки в этом случае тоже идёт от самой шеи и до кончиков пальцев. А вот при синдроме запястного канала анемение редко поднимается выше плеча, то есть до самой шеи оно, как правило, не идёт. Слово остеохондроз применительно к анемению в руках я вообще хочу опустить, поскольку этот термин такой достаточно, скажем, специфичный, мало что объясняющий. Но вот что действительно может повлиять на руки и усугубить анемение рук – это спазм мышц шеи. То есть хронический спазм мышц шеи, анемение рук действительно может значительно усиливать. И в этом случае хорошо помогают наши упражнения для шеи. Ссылка на эти упражнения тоже дана в описании к сегодняшнему ролику. Ещё нужно иметь в виду, что иногда анемение руки происходит при каких-то защемлениях в грудном отделе позвоночника. То есть у человека возник набор в середине спины, и они имели вот эти два пальца по ходу локтевого нерва. И в этом случае, чтобы убрать защемление из середины спины, из грудного отдела позвоночника, может потребоваться помощь остеопата, лимонального терапевта или хорошего массажиста. Но в целом, дорогие друзья, хочу ещё и ещё раз подчеркнуть. Анемение рук всё-таки чаще всего случается не из-за позвоночника, а именно из-за синдрома запястного канала или синдрома локтевого нерва. Следующий частый вопрос. Доктор, а у беременных из-за чего бывает анемение рук? И что делать беременным, если не имеют руки? У беременных анемение рук бывает из-за того же самого синдрома запястного канала. Дело в том, что во время беременности запястный канал может отекать сильнее. И в этом случае можно делать те же процедуры с картошкой для нашего упражнения от анемения рук. А ещё, если разрешит доктор, который ведёт вашу беременность, можно использовать какие-то травы с противоотечным действием. Лёгкие травы, например, ортосифон или брусничный лист. Конечно, при условии, если у вас нет противопоказания к этим травам, нет аллергии, нет каких-то побочных эффектов, и снова подчеркну, если разрешит ваш лечащий доктор. Вопрос. Что делать, если у меня не имеют руки при вождении, когда держу руки на руле много времени в одном положении? В этом случае, скорее всего, нужно переучиваться, какой-то подбирать другой хват, ну или в крайнем случае купить себе ортеза, так называемые запястные фиксаторы. И схожий вопрос. У меня не имеют рука при езде на велосипеде. Из-за чего это может быть? Да то же самое. Неправильная нагрузка на кисть, неправильное положение руки. Нужно либо подбирать какой-то другой хват, либо использовать ортезы, либо делать наше упражнение от онемения рук. Комментарии с сомнением. Доктор, вы ничего не понимаете. Если он не имеют руки, это первый признак, что густеет кровь. Это значит, у вас много холестерина, и надо меньше есть жирное. В этом комментарии мы видим всё в кучу, но на самом деле таких комментариев довольно много. Очень часто пишут, что густая кровь виновата в онемениях рук, что холестерин виноват. На самом деле это не так. О причинах, из-за чего могут онеметь руки, мы уже с вами сегодня поговорили. Повторяться не будем. А вот холестерин и густая кровь в подавляющем большинстве случаев никакого отношения к онемению рук не имеет. Вопрос достаточно частый. Доктор, скажите, пожалуйста, а какие могут быть последствия от онемения рук? Могут ли руки, скажем, усохнуть? К счастью, в большинстве случаев каких-то далеко идущих последствий онемения рук не имеет. За редким исключением, руки довольно быстро и просто можно восстановить теми методами, о которых мы сегодня уже говорили. Очередной вопрос с сомнением. Доктор, ерунда всё это. Вы же знаете, что при онемении рук ничего не помогает. Нужно делать операцию на запястном канале. Мой ответ. А с чего вы решили, что ничего не помогает? Те методы, о которых мы рассказали, в большинстве случаев помогают очень даже хорошо. Да и операция, к сожалению, не всегда панацея. Вот здесь как раз следующий комментарий. Сделал операцию на запястном канале, всё было замечательно, но через год снова онемение рук началось в полном объёме. Бывают ситуации, что человеку сделали операцию на запястном канале, и эта операция помогла, но у человека остаются какие-то, скажем так, вредности. Ну, например, продолжается нагрузка на запястье, или у человека есть побочные действия лекарств, которые он принимает каждый день. И в этом случае, через какое-то время после операции, онемение рук действительно может вернуться снова. Поэтому я со своей стороны стараюсь сделать так, чтобы мои пациенты до операции на запястном канале не доходили. По возможности стараюсь лечить их без операции. Дорогие друзья, и это на сегодня всё. Делитесь этим видео со своими близкими и знакомыми, с теми, для кого это актуально. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как лично вы справляетесь с онемением рук. Я думаю, это будет интересно для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.